Привет всем! С вами снова Эден и Ботен! Ботен, маленький Ботен! Сегодня я и Ботен поговорим с вами о том, как поднять настроение. Так что, давайте начнём. Я уверена 100%, что 90% нашего настроения зависит от нас самих, от наших мыслей. Но иногда мы не можем за ними следить, и мы падаем вниз. Что можно сделать, чтобы поднять настроение? Перед тем, как я начну, я хочу объяснить вам мою теорию. Что по ней я думаю, что всё зависит от наших мыслей. Почему? Потому что мы все стремимся к счастью. Но какой рецепт у счастья? У счастья есть рецепт. Кто-то сказал нам, что если у нас будет 2-3 миллиона долларов в банке, у нас будет хороший муж, 10 детей и Ботен. Мы будем счастливы. Да? Так мы думаем. Но я хочу вам сказать, что мы можем следить за нашим счастьем. Когда-то в жизни я была в депрессии. Депрессия это не грусть. Депрессия это депрессия. Депрессия это химикалы в мозгу и всё такое. И все говорили мне, Эден, как ты можешь быть в депрессии? У тебя всё есть. У тебя есть друзья, которые тебя любят. И всё прочее, что говорят девочкам. Да? Я им говорила, что они не понимают. Депрессия не зависит от меня. Депрессия сама приходит, сама уходит. Но когда-то утром я встала и я сказала, кто она, эта депрессия, чтобы она села на мои мозги и делала, что она хочет с моей жизнью. Я этого не дам делать. И с этого момента я изменилась. Изменила свою мысль. И с того момента я сказала, что я в жизни больше не упаду в эту депрессию. И сейчас я могу сказать вам, что я самый счастливый человек на свете. И я могу сказать вам, что ничего не изменилось в моей жизни, кроме моей мысли. Я дам вам простой пример. Вчера моя подружка мне позвонила и сказала мне, Эден, я не знаю, что делать, у меня всё хреново. И я не знаю, что делать с моей жизнью, мне трудно там, мой парень меня кинул, бла-бла-бла. Я сказала ей, да, это нелёгко. Но все эти препятствия можно перепрыгнуть, ты только должна думать по-другому. Ты должна перестать думать, что твоё счастье зависит от кого-то. Твоё счастье должно зависеть от тебя. Ты должна поставить себя на путь, поставить себе всякие галочки и достигнуть их. И когда ты будешь по пути, по этим галочкам, ты будешь счастлив. Потому что мы счастливы, когда мы знаем, что мы идём вверх. Куда-то, неважно, как низко мы находимся, даже если мы на самом минусе, самый-самый минус жизни, мы идём вверх потихонечку, мы будем счастливы, потому что мы видим, что у нас есть будущее. Когда мы открываем глаза и мы говорим, у меня нет будущего, мне... мне... зачем мне жить, у меня нет будущего. Каждый может это сказать каждый день в жизни, но у каждого есть будущее. Всё зависит от ваших мыслей. Надеюсь, что вы поняли. А теперь давайте перейдём к нескольким мелочам, которые могут поднять ваше настроение, пока вы будете подниматься на тот путь, который я вам только что сказала. Первое, что вы можете сделать, я думаю, что принимать ванну — это самый хороший способ. Я знаю, что когда я была маленькая, я жила в России, на Сибири. И там это было очень по-другому, чем в Израиле. В Израиле люди... Я знаю, я не знаю, расскажите мне, если так у всех вас, или это было только у меня. Там, когда я хотела... когда моя мама хотела меня искупать, я была маленькая, она делала мне ванну. И когда она хотела купаться, она тоже делала себе ванну. А когда мы приехали в Израиль, мы почти не делали ванны, потому что мы каждый день, иногда даже два или три раза в день, мылись под душем, потому что тут так жарко. И не только потому, что тут так жарко, и просто тут ванны каждый день не делают. И даже ни раз в неделю. И даже не во всех квартирах есть ванны. Правда, я вам говорю. Поэтому каждый раз, если я в гостинице или не знаю что, я всегда делаю ванну. Это такая ностальгия. Наверное, это случится странным, но так и есть. Я жила год с половиной в квартире, там, где не было ванны. Только душ. Вы все знаете вот такие вот штучки. Вы кидаете их в ванны. Это всякие минералы из соли. И это просто вас успокаивает, успокаивает вашу душу. И также успокаивает ваше тело. И чистит его. И это первое, что вы можете сделать. Вы можете сделать ванну, включить хорошую музыку, которую вы любите, поставить свечки. И дышать. Вот так. И закрывать глаза, и думать, что все у вас в жизни впереди. Все может измениться к лучшему. Все зависит от вас. Второе, что вы можете сделать, это поговорить с близким человеком. Может быть, это ваша подруга, может быть, друг, мама. Я думаю, что мама — это самый лучший способ поднять настроение, потому что вы для мамы самый важный человек в мире. Да, я не знаю, сколько вас любят ваши друзья. Мама вас любит на 100% и больше, и она ничего не хочет взамен. Мама у меня всегда была самая лучшая подруга. Но когда я думаю, что мне исполнилось уже 12 лет, я перестала говорить с мамой о всяких вещах, как все подростки, я думаю. И как время проходило, то я знала, что мама меня вообще не поймет. Потому что я думаю, что если меня смотрят дети иммигрантов, они меня поймут, потому что это трудно. У вас дети берут к себе менталитет той страны, куда приходят, а родители остаются с менталитетом от страны, в которой вы ушли. И вы думаете, что они уже вас не могут понять, они думают по-другому. Иногда даже языки у вас становятся разные, и вы друг друга не очень хорошо понимаете. Но это неправда. Потому что мама — это всемирный менталитет. Когда у меня был очень трудный этап в жизни, я побеседовала с моей мамой, и моя мама сказала мне вещи, которые взгрели мою душу. И я поняла, что ничего такого страшного нет. И всегда она сможет сделать вам что-нибудь, что поднимет вам настроение. Может быть, пирог, может быть, какой-нибудь ужин, может, возьмет вас в ресторан или на шопинг. Так что мама — это самый главный человек в мире, и я думаю, что я очень вам советую с ней говорить каждый раз, когда вам что-нибудь мешает на душе, или просто так. Я с моей мамой живу в других городах с 20 лет, и я с ней говорю, думаю, 7 раз в день. Да, Ботен. Следующая вещь. Я знаю, что не все читают книги, но прочитать книгу — это как будто бы уйти в другой мир. Прочитать книгу — это окинуться вдруг в какой-то роман. Или роман. Роман, да? И это берет ваши мозги и ставит их в сторону. И пока что вы читаете этот роман, вы плаваете в нем, и вы не помните про всякие трудности в вашей жизни. Хотя бы на час-полтора вы освободитесь от своей жизни и прыгнете в эту книгу. Если вы не любите читать книгу, это очень жаль, но вы можете посмотреть какой-нибудь фильм, может быть, романтический, или комедию, или все, что вам нравится, только чтобы вам было лучше на душе. Еще хороший способ — это что-нибудь вкусное съесть. Да, говорят, что есть люди, которые это берут в другую сторону, в плохую сторону. Это называется, не знаю, как на русском это называется, но это называется чувствительное употребление пищи. Не знаю, как это на русском, правда, говорят, но это в переводе. И они кушают, когда они грустные, и поэтому они толстеют, и все такое. Но иногда, когда мы грустные, то мы можем посмотреть на что-то, и нам станет хорошо слышать что-то, и нам станет хорошо музыку, допустим. И наш вкус тоже может нам сделать хорошо, если мы съедим что-нибудь, что мы любим. У каждого у нас есть какая-нибудь любимая пища. У меня есть несколько, но я обожаю тайландский суп. Я вам говорила это в видео о фактах обо мне. Тайландский суп называется тум-ям, с креветками и вся эта морская пища. И это мне всегда делает хорошо на душе. И вы должны понять, что все мы, все, что у нас есть, то, что мы кушаем, то, что мы принимаем в тело, то, что мы видим, слышим или думаем о нем, это то, что делает нас. Поэтому, если вы выпьете сейчас чайок, и послушаете хорошую музыку, успокаивающую, успокаивающую, не знаю. Не знаю, что случилось в этом утром с моим языком. Еще один способ, который мне очень помогает, я знаю, что не всем это может помочь. Даже если вы не пишете как Шекспир, да, я не пишу как Шекспир, но я просто говорю, что если вы не пишете Толстой, если вы не пишете как Толстой или что-то такое, это все нормально. Все равно, если вы возьмете сейчас лист и свое сердце выложите на этот лист, вам будет намного проще. И кроме этого, для меня лист — это как психолог. Я могу... Иногда мои мысли... У меня так много мыслей, что я не знаю, что с ними делать. Я не знаю, о чем думать, о чем я думаю, или что они от меня хотят, эти мысли. Но я всегда, всегда, всегда беру лист и пишу все, что я думаю. Пишу рассказ такой, что такое, что у меня в голове, что в моем сердце. Когда я пишу этот рассказ, вдруг у меня как будто бы я отключаюсь от своих мозгов, и они пишут за меня. И потом, когда я читаю это еще, 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 я читаю это где-то 15-20 раз, потому что это мне нравится, то я понимаю о себе всякие вещи, которые я не знала. И я пишу уже много лет, и поэтому я как свой психолог. Да, я ходила к психологу раньше. Я думаю, что это хорошая вещь. Но вы можете быть свой психолог, потому что психолог, то, что он делает, он задает вам вопросы, чтобы вы думали о этих вопросах и дали свои ответы. Потому что эти ответы у вас, а не у психолога. Когда вы пишете это на листу, то вы отвечаете себе на свои вопросы. И, конечно же, самый любимый способ, я думаю, это пойти и побаловать себя чем-нибудь. Купить себе новые сапожки или самую маленькую вещь, может быть, какую-нибудь новую тетрадку красивую. Важно, если это стоило вам 100 тысяч рублей или 500 рублей. Если вы что-нибудь себе купите и побалуете себя, вам сразу станет лучше. И самый лучший способ, это всегда улыбаться. Улыбайтесь миру, а мир будет улыбаться вам. И когда вам трудно в жизни, иногда вы можете помочь какому-нибудь другому человеку, которому тоже трудно, может быть, меньше труднее, чем вам, или больше, и вы ему поможете, то вам сразу станет хорошо на сердце. Я желаю вам, чтобы вы были самые счастливые люди в мире. Никогда не опускайте свой нос. Знайте, что жизнь перед нами, и жизнь красивая. И иногда вы будете грустны, иногда вы будете меньше грустить, а иногда больше, но вы знаете, что ничего не остается навеки. Вы можете два дня быть грустными и думать, что все, конец жизни. Но через два дня вы встанете, и вы узнаете, как вам хорошо в этом мире. И как жаль, что вы два дня пропустили, когда вы были грустными. Я вас целую и шлю вам огромный-огромный обнемок. И Ботен тоже говорит вам до свидания. И извиняйте, что его не видели в этом кресле, потому что это кресло очень глубокое. Да, Ботен? Мы вас любим. Продолжение следует...